Нарушая духовные принципы власти, вы нарушаете их действия, прежде всего, в вашей жизни. Справедливо ли, если вы нарушаете мое отцовское право и прокровительство? Справедливо будет, если кто-то по отношению к вам будет нарушать ваши права? Справедливо. Если вы нарушили мои права, то справедливо, что ваше будет нарушаться. Да. Если я обладаю духовной властью, и вы ей пренебрегаете, неважно, в случае вашего неведения, незнания, да? Но вы пренебрегаете моей духовной властью, то и ваши духовные власти будут пренебрегать. Я не говорю, проклятие придут. Да нет. Придут определенные сложности, потому что ваши духовные власти будут пренебрегать. Ваша духовная власть будет тоже несостоятельна. Почему? Потому что вы пренебрегаете другой духовной власти. И действуете вы из хороших побуждений. Я вам расскажу историю, это не записывайте, пожалуйста. Когда я, будучи молодым верующим, достаточно обеспеченным человеком, начал помогать другим людям. У меня начались проблемы. У меня начались проблемы. И начались проблемы, знаете? Да. По идее, не должны. Ну, я мог, конечно, списать все это на атаки, еще на что-то, еще на что-то, еще на что-то. Но я начал искать лица Божьего и молиться. И я молился с одним братом, мой близкий товарищ. И знаете, что он мне сказал? Говорит, Дима, ты в курсе, что ты не Бог? Не понял. Он мне говорит, ну, ты в курсе, что ты не тянешь на роль Бога? Я начал как-то подробнее разбираться с этим моментом. Что меня заинтересовало, замечание. И мы зачастую не понимаем, что такое Бог. Когда Всевышний обращается к Аврааму и говорит, я буду твоим Богом, для Авраама это было конкретное обещание чего-то. Это понятно? Что Бог ему пообещал? Бог, что такое Бог? Ничего тоже. Ну, это наше мышление. То есть, мы пользуемся некоторыми словами, смысл которых мы мало понимаем. Бог говорит, я буду тем, кто будет заботиться, оберегать, защищать, покрывать, любить, наставлять. То есть, я беру на себя определенную ответственность за твою жизнь. Я буду вот таким, который будет отвечать за твою жизнь. И мне Бог говорит, а я тебе не ставил отвечать за жизнь за другого человека. Бог меня не ставил отвечать за другого человека. я должен спросить у Бога, почему этот человек в таких обстоятельствах. И Бог испытывает мое сердце, чтобы я ему помог? Или Бог поместил его в такие обстоятельства, в которые я не должен вмешиваться? Я не Бог. Мне надо спросить у Него, а не лезть со своей помощью. Люди приходят, и проще всего что сделать? Дать денег. А Бог меня спрашивает, а тебя кто просил ему давать? Я тебя просил ему давать? Иногда Бог ставит людей в стесненные обстоятельства, чтобы они начали молиться, каяться, изменяться. А люди просто приходят ко мне, говорят, денег дать. Я говорю, да на. Бог говорит, ну, наверное, тебя надо лишить их, чтобы ты не мешал моей работе, потому что ты не их Бог. Ты не должен решать их проблемы. Я должен решать их проблемы. И когда я захочу решить эти проблемы через тебя, я тебе скажу об этом. А пока ты не получил этой команды, то сиди и молись. И вы знаете, я начал удивляться, но когда я начал следовать этим принципам, я увидел чудеса. Приходит моя жена и говорит, послушай, а мы можем одолжить деньги моей подруге? Ну, в принципе, там сумма небольшая, я могу дать, ну, как бы, не вопрос. Я говорю, послушай, а в чем проблема? Ну, вот там муж долго зарплату не получает, у них проблема, вот она просит деньги. Отложи. Я говорю, ну, понимаешь, в чем дело? Я говорю, правильно, если ее муж обратится ко мне. Вот так будет правильно. А вот так, как вы делаете, извините меня, так неправильно. Пожалуйста, я не возражаю дать денег, но кто-то другой должен прийти. Она звонит этой сестре. О чудо! Мужу данный зарплату. И я там со своими деньгами никому не нужен. я просто задал правильный вопрос. А так бы я, ну, попал бы, если бы моя жена принесла деньги в скрутном становище, я бы спросил, а кто их дал? А дал другой мужик. Я пришел бы к парню и спросил вообще, я не понял, в чем дело. Ну, нормально, я бы нормально поступил, я бы спросил, я не понял. Я не хочу оказаться в такой ситуации. И поэтому я говорю, должно быть все правильно. Иногда мы просто решаем проблему по нашему желанию. И иногда это решение неправильно и может принести проблему в мою жизнь. Есть определенные правила. И не нужно их врушать. разобрались немножко с этим? А может, мы начнем сессию, а потом уже... Окей. законы духовной власти никто не отменял даже в Новом Завете. и в общем-то глава мужу кто? Христос. Это определенная духовная иерархия. А глава церкви кто? Христос. И он поставил в этой церкви своих служителей. И наделил служителей, извините меня, властью. Вас, как мужа, он наделил властью. А пасторя, по-вашему, обделил? Ну, вас, как мужа, он наделил. А пасторя? Тоже. Это устройство такое же, как устройство семьи. Мы дом Божий, семья Божия, дети Божьи. И здесь работают те же самые принципы и правила, что в нормальном доме. И когда вы смотрите на свою власть в доме, понимаете, эту мини-модель, как это работает, можете быть уверены, что такая же модель работает в церкви. Или вообще не Божьей. Понятно, да? Власть мужчины в доме во время действия Синайского завета была достаточно большой. к моему большому сожалению, можно сказать, что сегодня власть мужчины в доме не такова. И этому виной некоторые процессы, произошедшие в обществе. Аминципация женщин, феминизм. те процессы, которые пытались, в общем-то, с нашей точки зрения, может быть, не с нашей, но и с женской точки зрения, быть достаточно хорошими, да, уравнять женщину в правах с мужчиной. И, скажем, сто лет назад это было не так. Сто лет назад это было не так. Сто лет назад в кошмарном сне не могло представить, что женщина может быть в правительстве. Понятно, да? То есть, были определенные профессии, которые нереальны. Но женщины начали бороться за свои права. И сегодня мы даже знаем, что в некоторых армиях служат женщины. В том числе и израильские. Но это не только израильская армия. В Америке тоже. И понятно, да, что это, казалось бы, ну, может быть, какие-то хорошие вещи, но женщина от этого, к сожалению, только проиграла. Не понимая о том, что ей Богом ответена определенная роль. Не партнера, а помощника. Окей? Это понятно? У женщины роль не равного партнера, а помощника. Есть определенная иерархия в отношениях. Это не делает женщину хуже. Это не делает женщины бесправны. Но Бог дал ответственность мужчине и в соответствии с ответственностью даровал власть. Понятно? Если женщина берет на себя некие права, она берет ответственность, которую ей никто, извините меня, не давал. Разные роды. И поэтому нужно понимать это для себя. Я не против Девор. Девора? Девора, да, я не против Деворы. но это свидетельствует лишь о том, что мужчина не занял свое место. И когда мужчина не занимает свое место, да, должна восстать Девора. Да, это правда. Но братья, не лучше ли нам занять свое место? И тогда Деворы будут не нужны. Они нам будут помогать нести нашу ответственность. А мы уже будем как-то с ней справляться. Понятно, да? И если сестра возглавляет общину, я понимаю, что где-то был брат, который не справился со своей ответственностью. Понятно, да? Бог призывал, но он сказал, лучше она. И она сказала, хорошо, я пойду. Ну и победа будет принадлежать мне. Песня была хорошая, достойная, как и победа. Понятно, да? Все понятно с этим? Вопросы по поводу власти остались? Тогда потом. Если остались, тогда потом. Продолжим. Итак, меня очень сильно интересует определенный порядок в общине Божьем. И понятно, что этот порядок мы можем видеть. Иерархическая структура в народе Божьем, она присутствовала с момента того, как Бог начал формировать свой народ. Когда мы смотрим на исход, то мы видим, что пришел Маше и принес слова, которые ему дал Всевышний. И те, кто послушался его слов, те, кто согласился исполнить, те наследовали благословение. Те, кто не послушал этих слов, в общем-то, у тех в домах была печаль. Все первенцы, они умерли. И до сегодняшнего дня картина не сильно поменялась. До сегодняшнего дня картина не сильно поменялась. Она поменялась только с тем, что вы стали Моисеем. Каждый из вас стал Моисеем. Понимаете, в чем дело? Вы должны принести некое откровение от Бога тем людям, которые не в курсе, что для них приготовлен Песох. И вы приходите к этим людям и говорите, слушайте, он сказал, что вы должны совершить некое странное действие. Да, выйти из царства мы в царстве света. Для этого вам надо покаяться, вознести молитву грешнику, оставить образ своей жизни, прийти в церковь Божию, наследовать спасение, принять свою жизнь спаситель. Что-то надо сделать. Что-то странное. Ну, еще там шашлык, все хорошо, а вот кровью я не понял, к чему это все. Люди зачастую слушают вас и говорят, мы не понимаем, что вы говорите. Какая-то часть еще понятна, а вот это непонятно, и мы не хотим делать то, чего мы не понимаем. И мы можем сказать, слушайте, ребята, проблема заключается в том, что мы и сами до конца может что-то не понимаем. Ну, он так сказал. И если вы в общем-то не покаетесь, умрете. разница заключается только в том, что тогда это произошло наутро, сейчас может быть чуть-чуть позже. Но результат, извините меня, если не покаетесь, то все умрете. Это понятно, да? Параллели все понятны? Моисей пришел, сказал нечто странное. Послушайте, я не думаю, что было нормально то, что он говорил для всех людей. И если бы кто-то пришел к вам, представьте, ваш дом, а вы не читали Библию, и сказал бы вам, слушай, надо сделать следующее. Пойдем на базар, купим целого барана, зарежем, пожарим и съедим его с горькими травами. Что бы вам сказали? Годится, вообще история мне понравилась. Горькие травы непонятно, но вообще давай, погнали. Но предупрежаю, когда будем резать барана, кровью обмажем все косяки у тебя. Я бы лично спросил, в чем прикол? Ну, я бы лично, меня бы поинтересовало, если бы кто-то кровью у меня дома начал что-то мазать, может для вас это нормально, то есть это нормальная практика, я не знаю, для меня это было что-то удивительное, я бы поинтересовался, а я это зачем? Хороший ответ, меня не устраивает, ты же в моей квартире собрался пачкать, у себя на здоровье прикол такой, ты что-то знаешь, пожалуйста, но у меня, ну зачем? я понял, что это условие, я понял, что так надо, но я не понял, зачем? Ты можешь мне объяснить, зачем? Кто-то пройдет мимо, находиться. Попробуйте прочитать историю таким образом, как будто вы в ней участвуете, переживаете, не знаете финиша, мои хорошие. вы же читаете историю, знают, как она закончилась, а они в общем-то были не в курсе. Для этих ребят идея зарезать барана была нормальная, но мазать что-то кровью? А это зачем? Вы в курсе дела, что кровь нельзя было так просто? Ну вообще, кровь, она имела определенные свойства и были некоторые запреты на то, чтобы ее употреблять. Когда евреи получили запрет? После выхода. Правда. Когда закон они получили? А до этого можно было кровь? Правильно. Некоторые в курсе делали, но не все в курсе. Не спешите давать правильные ответы. По закону Ноя. Все правильно. хорошо помните. Итак, они понимали, что кровь что-то в себе содержит. Не странно ли то, что если кровь содержит в себе жизнь, брать и вот это мазать? Догадался уже, что не похоже на краску, что что-то делается, какие-то смыслы духовные в это действование вкладываются, но понять их нельзя, потому что, судя по всему, это делалось первый раз. послушайте, этого не было вчера или третьего дня, они не занимались этим даже раз в году. Кстати, сказать, и после этого они этим не занимались. Этим никто не занимается до сегодняшнего дня. Такой нету практики. Но тогда им говорят, что это делать, и это непонятно. я не вижу по тексту, чтобы кто-то задавал глупые вопросы. А вы видите? Что? Ой, я вас прошу, не надо этого. Послушайте, я вас прошу, вы когда начнете читать исход, после десяти казней, все дела. Бог делает такие чудеса, говорит, вот теперь они тебе поверят. И после этого там же постоянно кипиш был. Тоже был кипиш. По тексту не очевидно. я думаю, что даже если они и задавали этот вопрос, навряд ли могли дать объяснение. Ну, я по поводу многих не горчусь. Были. Были. Сто процентов были. Были те, которые вместе вышли потом. Были, которые присоединились, и были те, которые вместе в пейсахе. Нельзя было участвовать в пейсахе всем. Там нужно было быть обрезанным. Пейсах, участие в пейсахе это пища завета. Те, кто не находится в завете, не могут участвовать в пищи завета. я сказал ровно столько, сколько я хотел сказать. Еще раз. Абсолютно точно в законе написано, что нельзя участвовать в пище завета, не вступая при этом в совет. Абсолютно точно. В них исход написано, что с ними вышло множество иноплеменников. с евреями выходили люди из других народов. Это правильно. И таких людей было достаточно большое количество. Судя по тому, что множество. Сколько, нам трудно сказать, но какое-то количество выходило. И не все могли участвовать при этом в пейсахе. То есть у некоторых могли умереть после чего, они поняли, что может быть нужно пойти с этими ребятами ничего хорошего судя по всему с этой страны уже не будет. Мы можем как-то рассуждать на эту тему, но в общем-то лучше всего ограничиться тем, что в пейсахе евреи приглашают принять участие только тех, кто находится, а те, кто не находится, не должны в этом принимать участие. На сегодняшний день понятно, что мы уже не закалываем агнцев, так как это было предписано по уставу, что он не выливается под жертвенник. Опять, с закалыванием агнцев есть очень специфическая деталь. Агнцев не закалывали в храме. Вы думаете, что все там помещались? Во времена второго храма, если мне не изменяет память, в один день убивали порядка трехсот тысяч животных. Вирус олень. Если мне не изменяет память, надо посмотреть в одну книжку, где-то были подсчеты. Может, чуть меньше, но порядок был в сотнях тысяч, или в десятках тысяч. То есть, их покупали, выводили, а потом резали, а потом еще раз. Вы помните хорошо, Став? Он должен находиться у вас дома. Если ты далеко, то можешь прийти и купить. Он должен находиться у тебя дома. Есть там ограничения. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что люди стояли на улице и резали Агнцев на улицах Иерусалима. И в буквальном смысле реки крови текли по улицам Иерусалима. Сцеживалась кровь в специальный сосуд, в котором кровь не сворачивается. И священники стояли на улицах и передавали эту кровь в храм. И она выливалась в подножье жертвенника. И потом пустые сосуды шли. Там вереница сосудов шла во втором храме. интересный очень процесс был. Очень много людей. То есть они приходили, резали, сливали часть крови в сосуд и сосуд уходил. А остальное в общем-то ягненкой его туда не надо было передавать. Его забирали с собой. Поэтому не нужно было приходить в храм. Он не принесился как бы в жертву в храме. Только кровь надо было вылить под жертвами. Ну так во всяком случае описывают события происходящие во втором храме. Понятно да? Понятно да? Я пока заострил ваше внимание, что вы должны понимать, что проблема заключается в том, когда вы не слушаете духовную власть, а вы не слушаете знаете в какой момент? Ну это само собой еще есть еще есть вы сказали практически то же самое есть ключевой момент, когда вы перестаете слушать духовную власть. Нет, все проще. Нет, ну когда вы не стоите, вы не слушаете, это понятно. Происходит нечто в вашей жизни, из-за чего вы ее перестаете слушать. Почему? Когда не понимаете. послушайте проще всего не слушаться когда ты не понимаешь это нормально не для евреев потом поймешь сначала сделай а потом что у меня все так делают я не всегда это хочу делать откройте 8 в.у. Ивангелия от Иоанна и вы узнаете принцип на себе нишма имеет отношение к Новому Завету или нет еще раз типа 8 глава Ивангелия от Иоанна 31 стоп что делать надо что значит пребывать как делать еще скажите мне пожалуйста говорится о том что вы будете понимать при этом а следующий стих говорит о каком действии познание наступает когда справедливый принцип в Новом Завете сначала сделайте потом что не получилось что не срослось в чем подвох что не так а ну да я помню это Жванецкий говорил ход еврейский пароход я выполню любой приказ мгновенно только сначала докажите ага я знаю сначала докажи что это все по Писанию долгое ну наберешь Писание доказываешь все рассказываешь как почему зачем ну что будем нет почему не хочу зачем действительно поэтому я никогда вообще глупостями не занимаюсь вам надо делать вот это не хочу не делай да я же показал по Писанию в чем проблема вы призваны к чему извините меня по Писанию вот и слушаетесь кому шо кому где там мужик в соседней комнате сидит а если его нету он кому-то делегирует еще раз кто он плохая у вас духовная у вас я понимаю но мне же не надо плакать еще раз я прошу прощения когда вы последний раз предлагали это сделать ну не предлагали так мы о чем тогда рассуждаем о том что вам еще не предложили и могут никогда не предложить да и что-то да если не не приносит не предложит знаете этот анекдот да два друга встречаются один другому говорит ты что до сих пор не женился говорит ну да а зачем говорит слушай мужик понимаешь будешь умирать стакан воды никому будет подать тот подумал действительно пошел женился ну пришло время лежит злой жена подходит что такое что случилось слушай столько лет с тобой жил столько мучился а пить не хочется так и вы рассуждаете над тем чего может не случиться может никто не предложит прыгать что вы расслабляете расстраивайтесь если духовная власть не говорит вам делать то что является грехом делайте расслабьтесь и делайте еще раз повторю для того чтобы было понятно для тех кто не услышал меня первый раз духовная власть поставлена на то чтобы создать вашу личность а не рассказывать вам что делать куда вкладывать ваши деньги как себя вести и так далее духовная власть направлена на то чтобы вам помочь духовно возрасти да безусловно для этого могут понадобиться определенные упражнения иногда физические они как правило будут связаны с вашим смирением и послушанием и это то чего вы действительно не будете хотеть делать вам навряд ли предложат прыгать с крыши но вам точно могут предложить убрать уборную встать на дверях кого-то приглашать благословлять быть ашером подместить что-то такое простое сделать вот это могут предложить ходить рекламный проспект и ходить по улице образовать приглашение тоже могу приглашать а если я не хочу смиряйтесь брат мой имею право или нет смиряйтесь это есть такое духовное упражнение вам нужно это делать я как и ваш духовный лидер я бы узнал почему вы не хотите вывеску не хочу носить на себя хорошо не носите на себя вывески можно? да возьмите в руку ну в чем проблема послушайте мои хорошие я тоже не всегда что-то хочу делать я тоже не всегда все хочу делать а это все записывают это правда это правда и я вам скажу больше я не всегда все делаю потом правда приходится каяться и все равно делать может проще с первого раза понятно о чем я говорю я знаю величайшие чудеса в жизни служителей которые произошли из-за того что не хотели делать но смирялись и делали и Бог делал чудеса из-за их послушания и смирения этих чудес могло не произойти если бы они не послушаются ну так предоставляйте в разумное разумное ходить с плакатом это разумно вешать на себя плакат или брать его в руки это разумное упражнение это разумное упражнение послушайте иногда могут быть странные вещи странные вещи я знал одного парня который достаточно много лет просидел в тюрьме и в общем-то в тех местах где он сидел он приобрел определенный статус или авторитет и когда он освободился вернулся домой кому-то из людей пришла счастливая мысль в голову что каждый кто живет в этом парадном должен его убирать по очереди представляете себе да но догадываетесь что бы он сделал если бы он не был верующим с таким предложением ну навряд ли бы он короче этим занимался но как вы думаете ему надо было убирать в парадном а как вы думаете ему это легко было сделать но Бог через это сделал большую работу в его жизни ближе всего иногда нам скажут сделать то что мы точно скажем не хочу еще труднее будет тогда когда вы кроме не хочу еще не понимаете для чего это нужно и проще всего тогда сказать что это недалекий лидер кто ему сказал что его Бог вообще поставил на это место я точно вижу вот потому что он сказал все понятно это не Бог и он не от Бога и слова его если Бог сказал ну послушайте ну понятно что Бог же производит хотение и действие а у меня же тут никаких ну хотений вообще ноль ну да не от Бога делайте потому что как правило такие ребята попадают в очень обозримом будущем в состоянии бунта и непослушания я правильно понятно выражаю вот так вот действует духовная власть проще всего ее развенчать я сегодня не успею уже наверное вернуться к исходу помогу вам понять простые вещи они простые вам легко сейчас будет очень легко не верите вы мне не верите я же попрошу вас опять прочитать восьмую главу Евангелия от Матвея Иоанна Иоанна извините восьмую видите я уже заговариваться стал только нас интересует сказал к уверовавшим в него иудеям я правильно сказал к уверовавшим в него иудеям да вопрос будет очень простой в кого они уверовали в него да я понял отлично а он кто извините это хорошо это как-то ободряет и много объясняет еще раз я наверное повторю в кого в него я что-то не понимаю просто мне по-русски можно учтите что вы слышите в него но при этом не видите что там большая буква а если не видите большая буква это что это значит в кого они уверовали в кого в кого в него в него это в кого да я понимаю но послушайте и шо это такое имя как Вася Петя Коля Маня послушайте мои хорошие если бы они верили в мессию то они вообще могли бы вот с такой наглостью утверждать слушай а мы не были рабами никогда и никому я еще раз в кого не уверовали что же не могу не надо что же да маленькие буквы что я найду в кого они уверовали кто он кто он для них отлично когда он говорил многие уверовали в него то есть в оттар и ты и святого духа я благодарен вам что вы начали читать несколько раньше я позволю себе прочесть еще немного раньше с 12 наверное опять говорил Ешоа к народу и сказал им он говорит все хотел вам просто сказать я говорит свет миру они так это глянули в него именно видят точно свет мира говорит добавлю кто последует за мной тот не будет ходить в отме но будет иметь свет жизни но именно все объяснил так что сразу все стало понятно тогда фарисеи сказали ему ага да сейчас ты сам свидетельствуешь о себе просто если ты не знал свидетельствует не есть говорит мы собственно говоря не согласны Иисус сказал им в ответ да если я и сам о себе свидетельствую свидетельство мое какое ну именно убедил потому что я знаю откуда пришел и куда иду а вы не знаете откуда я и куда иду точно мы мы не знаем откуда ты и куда собственно дальше идешь тоже мы не в курсе так что тут ты правильно сказал вы судите по плоти а я не сужу никого а если я и сужу кстати я предупреждаю суд мой есть истины потому что я не один все видите внимательно если кто-то что-то не понял я не один но я и отец пославший меня а и в законе вашем написано кстати что двух человек свидетельство истины вы представляете как вообще они его слушали что было в голове у слушающих а в законе вашем написано что свидетельство двух человек истина я и сам свидетельствую себе и свидетельство обо мне отец пославший меня они ему говорят ладно а где твой отец мы просто хотели познакомиться может может он кстати скажет то же что и ты просто хотелось на нее посмотреть ну что тут непонятно он их утешил конечно иисус иисус когда учил когда учил сам себя сам себя что говорит куда я иду вы не можете пойти ну конечно если он такое собой делает мы конечно точно за ним не пойдем какой нормальный человек за ним последует он сказал им сейчас вам все объясню вы от нижних я от вышних вы от мира сего а я кстати хотел вам сказать что я не от мира сего ну лично они по-моему уже давно это поняли что он точно не от мира сего поэтому я сказал вам что вы умрете во грехах ваших ибо если не уверуете что это я то умрете во грехах ваших тогда сказали ладно хорошо он говорил кто ты ну просто хотелось наконец узнать кто ты вот это ты все говорил но собственно говоря кто ты мы так до сих пор не поняли поэтому мы спрашиваем прямо кто ты ну он ответил я хотел вам сразу сказать что я от начала сущий как и говорю вам именно они сразу в него поверили после этого много имея говорить и судить о вас но пославший меня есть истин и что я слышал от него то я говорю миру не поняли что он говорил им о понимании было зеро они ничего не понимали ну вы представьте себе что они слышали вообще и что они могли из этого понимать он не был еще убит он еще не воскрес он не прославлен не вознесен ничего этого нету он говорит как обычный человек стоя посреди их и они пытаются понять вообще о чем идет речь и они такое слушают и так Иисус сказал им когда вознесете сына человеческое тогда узнаете что это я да и что ничего не делаю от себя но как научил меня отец так и говорю пославший меня есть со мною отец не оставил меня одного ибо я всегда делаю то что ему угодно когда он говорил это тогда все понятно тогда они же поверили ему чего они поняли вот до завтра пожалуйста попробуйте разобраться в кого они уверовали